Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. У меня в руках в данный момент находится труба модели Yukon Scout 20-50 на 50. Большой спектр решаемых задач, компактные размеры и едва ли не минимальная в данном сегменте цена, вот что ее привело к нам на обзор. Предлагаем поскорее все это проверить. Труба поставляется в красивой подарочной упаковке и содержит в комплекте тонкостенную сумку с ремешком и петлей для ношения на поясе, а также тонкий шейный наплечный ремешок на самой трубе. Корпус трубы покрыт жесткой резиной, влагозащищен, но увы не заполнен азотом. Сверху к трубе прикреплен ориентир направления. Обратим внимание, что охватить трубу ладонью сможет не каждый, а вес в семьсот грамм точно располагает к использованию штатива. Объективная крышка хорошо прилегает к корпусу, а резиновая петля поводок полностью исключит ее потерю, что немаловажно, резиновая окулярная крышка просто снимается и легко помещается в карман или сумку. Изменения кратности увеличения и фокусировка производятся окулярным узлом. Барабан изменения кратности вращается не в меру туго, одной рукой точно не справится, и это минус, но этого точно не скажешь о мягком кольце фокусировки. Оптика трубы имеет просветление типа Multicoded. Окуляр трубы широкоугольный, с диаметром выходного зрачка от 1 до 2,5 мм. Резиновый наглазник увы не предусмотрен. Говоря о тестировании оптики, отметим, что картинка выглядит возможно несколько суховатой, слегка дает желтизной, порой не хватает яркости и хочется больше контраста, особенно на больших увеличениях. Дисторсия и хроматизм замечаются при максимальных кратностях. Тут же происходит легкое замыливание картинки. Плюсами моноклия можно назвать спартанское исполнение корпуса. Хорошее изображение до 30 крат и низкую стоимость. Минусы, конечно, в жесткости настройки, кратности и требовательности к штатилу. В целом труба уверенно получает 7 из 10 баллов. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok